Все чаще в магазинах и общественном транспорте можно наблюдать людей без перчаток, со спущенными масками или без них вовсе. С начала пандемии прошло немало времени и становится ясно, что люди начинают забывать об опасности коронавируса. Но важно помнить, что вирус никуда не ушел и ни в коем случае нельзя забывать о мерах предосторожности, чтобы не подвергнуть опасности себя и своих близких. Главный врач университетской клиники Казанского Федерального университета Сергей Осипов поделился рекомендациями по соблюдению мер безопасности в период пандемии и отметил, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому самое главное это соблюдение дистанции в полтора-два метра, обязательное ношение маски, которое препятствует распространению инфекции и исключение нахождения в больших коллективах, даже если это ваши друзья и родственники. Человек, от которого вы находитесь на расстоянии больше чем два метра, для вас абсолютно безопасен. Мелкие брызги слюны, которые выделяются при разговоре, при дыхании, при кашле, предположим, слюны, мокроты и так далее, больше чем на два метра не улетают и, соответственно, попадания на слизистые оболочки здорового человека не произойдет. Поэтому здесь можно считать это на сегодняшний день признанное всеми странами как раз та самая безопасная социальная дистанция. Однако коронавирус распространяется не только через дыхательные пути, но и через слизистые оболочки глаз и желудочно-кишечного тракта. Инфекция может проникнуть туда из-за прикосновения рук к лицу. Поэтому необходимо носить не только маску, но и перчатки. Их также необходимо регулярно менять и обрабатывать антисептиками. Также необходимо заботиться не только о своей безопасности, но и о близких, особенно пожилых. Люди старше 65 лет особенно находятся в группе риска. Люди старше 65 лет имеют достаточно серьезный багаж уже перенесенных и имеющихся хронических заболеваний. И дополнительное попадание инфекции на тот орган, который уже потерял свою барьерную функцию, приведет к более быстрому и более тяжелому развитию заболеваний. Плюс во время развития вирусной, предположенной инфекции, естественно, активизируется хроническое заболевание, которое присутствует в данном человеке. Шансов на выживание становится меньше. В группе риска находятся и дети. И у них, и у пожилых слабая иммунная система. Для того, чтобы ее развить и укрепить, необходимо принимать витамины, вести сбалансированное питание, делать физические упражнения и исключить вредные привычки. Важно помнить и о том, что с наступлением жаркой погоды вирус не теряет своей активности. На сегодняшний день нет убедительных научных данных о том, что вирус погибает в тех температурах, в которых не мог бы погибнуть человек. У нас есть пример Греции, у нас есть пример Испании, где гораздо более жаркая температура, более жаркий климат, но при этом развелись достаточно серьезные эпидемии, охватившие все общество. Тем более, что вирус находится в организме человека и передается от человек в человек. На поверхностях вирус выживает до трех, по некоторым данным до семи суток. Соответственно, да, ультрафиолет губит вирус. В течение 15-20-30 минут вирус погибнет, но ультрафиолетового облучения нет внутри нашего организма. Нет. Также следует воздержаться от купания в открытых водоемах. Само по себе купание безопасно только в том случае, если вода чистая. Даже профессиональные пловцы периодически заглатывают часть воды или она попадает на слизистые оболочки носа. Если в водоеме находится достаточная концентрация вируса, то риск заболеть в таком случае очень высок. В этом году я бы все-таки предостерег людей от купания в открытых водоемах, когда не знаешь, кто плавал до тебя, какое количество вируса содержится в воде, и содержится ли он там вообще, поэтому лучше поистеречься. Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универньюс.